Начало игры. Ну, модельки людей ещё норм, но самолёт как-то не очень вообще. Почему он на свитче, что ли, показывает? Я не пойму, что он такой на фоне моделек? Почему, где вот этот Ambient, Occlusion, вот это всё, объёмные штуки, кажется. Самолёт там всё бедно вообще. Я вижу в самолёте, что там пиксели, что-то текстуры какие-то пережатые. Если это не версия для свитча... Ты видел, когда он из самолёта выпрыгивает? Это было... Что-то было. А, я ещё не дошёл до выпрыгивания из самолёта. Я так... Там было... Выпрыгивает самолёт и превращается в букву Т, знаешь, как эта моделька, которая... Нет, просто что-то за задержка была. Это... Лаг какой-то, не знаю, связка. Я не помню, была ли в оригинальном крае. Ведьмак лучше переходит от геймплея к роликам. Я на... Да, через чёрный край. Этот... Просто, ну, я смотрёл на самолёт, который сверху... Блин, это абсолютно тот же самолёт, который был в 2007 году. То есть... Засрали эказис. О, черепашка. Черепашка. Что-то этот мне ремастер нифига не этот... Не ремастерный, что-то. А вы, Бан Иваны. Приветствую всех в подкасте. Два мудилы номер 21. Уже в 21 выпуск подряд мы обещаем вам в уши разную херню. Ну, подряд я, конечно, сказал грубо. Очень грубо. Очень приблизительно. Потому что перерывы между выпусками два мудила становятся всё больше и больше. Но мы постараемся сделать их покороче. Возможно, чередуя соведущих моих, может быть, нет. Посмотрим. В любом случае, сегодня со мной в нашем замечательной студии сидит Алексей. Алексей, здравствуйте. Чередуй, не чередуй, всё равно получишь... Здравствуйте. Идеально. Идеально на начало? Да. Я думаю, что вы послушали в пресс-шоу наше мнение насчёт нового геймплея Crysis Master на PC. Может быть, нет. Посмотрим, как здесь всё получилось. Не знаю. Но сегодня у нас тема совершенно другая. Никак не связанная с ПК-геймингом. За редким исключением. Мы поговорим сегодня о консолях. На самом деле, я хотел записать подобный выпуск ещё на той неделе. Но после того, как Xbox показали свои приставки, анонсировали ценники... Я уже забыл. Я успел забыть, что вообще у Xbox были приставки. Вот. Собственно, Соня такая... Типа, подожди, подожди. А что за дела? И взяли, анонсировали 16 числа свою презентацию. Собственно, вчера она прошла. Для тех, кто это будет слушать, наверное, это уже несколько дней назад прошло. Скорее всего, подкаст выйдет в субботу, но я не уверен. И, собственно, я такой... Блин, а зачем записывать сейчас подкаст? Если я знаю, что на следующей неделе у нас не получится собраться тогда. Потому что Алексей устанет от еженедельного подкастинга. Поэтому я решил перенести запись на эту неделю. И уже вместе с PlayStation всё обсудить. И, на самом деле, не зря, как я считаю. Так что сегодня мы обсудим презентацию Sony. Обсудим, что нам показали Xbox, Microsoft, то бишь. И, возможно, немножко пройдёмся по Ubisoft, а именно по позорнейшему индийскому ремейку Принца Персия. Вот. Игры про Индию. Игры про Индию бывают хорошие. Вон Uncharted Lost Legends. Шикарная игра. Ну, хорошая игра. Ну, вообще-то, второй Uncharted тоже про Индию. Ну, не совсем. Ну, там, да. Там всё-таки больше в горы, это Тибет ближе. Тибет. А что там было? Господи. Где они были? Ну, да. Там-то больше азиатская штука была, какая-то не Индия. Индия была как раз-таки у этих, у баб. Вот. И в целом. Ну, чистая Индия, да. Ну, Непал, они ж там, этот, китайцы с индусами ж воюют издавна за вот этот, за Тибет, за Непал, за вот эту фигню. А жители там местные на горах живут и не понимают, что. Короче, географию мы, рот и штана вот это всё шатали мы. Поэтому давайте перебивочку и идём обсуждать интересные вещи, потому что зачем обсуждать неинтересные вещи. Хотя, скорее всего, всё равно будет никому неинтересно, но, тем не менее, тем не менее. Итак, перебивка пошла и увидимся совсем скоро. Мне этот iPad заставил меня писать рукописный текст, чтобы показать, какая фича новая. Да, они в заметке это сделали, а фиротестил эту ночь. Так он мне прям, он мне в главный экран. Я подключил стилус, и он такой, да, пробуйте написать от руки. Причём я написал Hello World, он Hello Will написал. Он такой, спасибо. Я ещё тестил сегодня переводчика их, который теперь может переводить прям... Ну, Scratch прикольный, окей. Удаление типа такой. Нет, переводчик, который реально берёшь, надиктовываешь, он переводит и озвучит. Это прикольная штука. Конечно, всё ещё очень дико медленно, всё такое. Ну, сейчас везде, так, ну, это же, Samsung делает, такой, Pixel, по-моему, тоже делает. Понятно. Кстати, я обновил себе телефон, то есть на iPad всё хорошо, а вот на телефоне у меня звонилка старая всё ещё. Я не знаю, это странная херня какая-то. Может, надо как-то включить её где-то. Странно. Наверное, надо посмотреть, потому что... Потому что, блин, Вилса, по-моему, уже делал, ну, в этом я видел. Он же на тестовой уже сидит с лета. Ну да, но там тестовый раз балка эта сырается, если он её не стал ставить. Да, я постремался. У меня 13-й iPadOS был по тесту, я ходил с этой. Ну, короче, делал, да, аккаунт тестовый. Ну, нормально было, но я потом перешёл на официальный, а этот я так и не решился. И мы, конечно, охеренно разговариваем про Xbox и PlayStation. Как обычно. Дело в том, что сегодня ещё у нас четверг, а презентация Apple была во вторник. 15-го. Да. Собственно, презентация Apple прошла, где показали новые часы, новый Air, новую подписку, объединяющую всё вместе и... Одна подписка, чтобы править всеми. И что ещё показали там? Четвёртую штуку. А, часы, iPad, подписку и ось. А, ось. В целом... Ну, она как бы была, ничего не показали новому. Просто они показали, что она завтра выходит. Сказали. Она такой, пока вы будете смотреть презентацию Sony, обновляйтесь. Это лучшее времяпрепреждение, что смотреть презентацию Sony. Я весь день ждал, сидел это. Когда мне обновили. Да мне просто что-то все вещи Apple-вские начали говорить, что обнови, сука. Я думал с утра. Я думал с утра самого. Причём я в тот день обновился до 13.7. Сначала такой, типа, смотри, у меня новая обнова пришла, 13.7, что-то не то. Я даже сейчас сидел вообще, перед тем, как мы созвонились, и себе Apple Watch клеил экранчик, потому что там пришла обнова, какая-то вроде бы... Это не часть нового обновления операционки для часов. Нет, там вроде есть циферблаты, но это как бы пофиг. Мне очень... Ну и циферблаты, можно теперь... Будешь себе максимально гейские циферблаты делать. Естественно. Они же уже который год запрещают в России использовать гейские циферблаты. То есть ремешки, ладно, но циферблаты, сука, почему? Почему прайдовские циферблаты нельзя? Это... А почему ремешки нельзя? Ну, это всё-таки физическая вещь, которую продаёшь в магазине, и там дети могут увидеть, а это цифровая вещь. Офигеть, дети становятся все геями. Чувак, я понимаю, что это пиздец, но... Я могу понять логику правительства хотя бы в этом. Это всё тупняк, но я могу хотя бы понять, почему они это делают. Всё, твой подкаст заблокировали. Блика потери. В целом, как бы Apple всё, как говорит Муртазин, Муртазин уже который год. Перейдём к более насущим проблемам, более важным проблемам, которые нам придётся потратиться, скорее всего, раньше, чем на что-то Apple-овское. Возможно. А может нет. Зависит от того, что мы видим в ноябре. Итак, и Apple, и Sony... Apple-Sony. И Sony, и Microsoft... Apple-Sony. Да, они вышли напрямую. Фил Майкрософт и... Я не помню, кто там сейчас у Sony. Хотя в американском. Как это вот, чего оказывалось? Будем считать Касхера и Sony. Они, собственно, вышли напрямую, финишную прямую. Выкинули свои ценники, выкинули системники, что-то ещё показали. И в целом, скорее всего, до релиза консолей нас особо ничего не ждёт интересного от них. Ну, возможно, пару трейлеров. Может быть, но вряд ли. Так что ждём. 12-го числа выходит PlayStation 5. Ну, будет релизный трейлер Моральза, наверняка. Ещё, может, и Дибан Солса будет релизный трейлер. Как-нибудь. Да. Как бы... Моральза и Солса я это куплю потом как-нибудь. Поэтому мне эти трейлеры, типа, срать ебать, какая разница, что они там покажут. Я всё равно их куплю. Как бы, они уже продали мне эти игры. Тем более, если ты покупаешь новую консоль, то... Хоть и нет, потому что большой вариант того, во что играть. Как бы, ты всё равно это возьмёшь. И, в целом, Xbox 11-го или 12-го выходит? Ноября. Xbox 10-го. 10-го. А плойка 12-го. В Америке. А в основном мире, ну, там, Америка и Канада, ещё что-то. 19-го. Вроде. У нас она выходит 18-го. Америка, Япония. Там два первых рынка главных. Америка, Япония, Канада, Новой Зеландия, Мексика и чё-то ещё. Возможно, не помню. Ну, ДТФ там нету, это случайно? Ну, было, но я не помню. Да, было же этот картинка. Это Мексика, Япония, Канада, Австралия, Новой Зеландия, Южная Корея и США. Все остальные страны, включая Россию, 19-го ноября. 19-го? Вы говорили, что 18-го вроде. Ну, ладно. В общем. Неделю спустя, 12-го. Там, кстати, уже предзаказы поехали у MB, у других сайтов. И уже появились предзаказы на плойку. Уже они разошлись, как горячие пирожки. Так что, если вы... Digital Foundry пишут такие, типа, в английском Амазоне ещё остались геймпады. Удивительно. Короче, народ сходит с ума. Да, все пачками геймпад. Зачем нужен новый геймпад, если он не другого цвета? Я не понимаю. А пока что только белые DualSense есть. Что странно. Где другие цвета? Ну, почему? А почему? На старте PS4 были только черные? Ну, на старте, да. Но почему сейчас не сделают? Допустим, мы... Я ждал там спустя 2 месяца. Не, ну, блин. Им сейчас делают какие-то новые цвета. Нет, смотри. Сделают и черно-белые, и бело-черные. Тем более, у них коробки разные от цвета тоже есть. Ну, вот это сложный дизайн уже. Ну, в смысле, коробки. Коробки для плойки, которая одного цвета, на самом деле. Просто коробка разного цвета. Да, но... Это не как у Xbox, у которого. Ну, черный Xbox с черной коробкой. Белый Xbox с белой коробкой. У Sony черно-белая консоль в черной коробке. И черно-белая консоль в белой коробке. Все просто. Давайте, собственно, немного остановимся. И перейдем к тому, что нам рассказали майки 9 сентября. 9 же? Может быть, 8? Не суть важно. Они, собственно, сказали ценники на Xbox Series X и Xbox Series S. Xbox Series S стоит у нас в России 26,990 рекомендуемая цена. Естественно, скорее всего, будет чуть дороже, скорее 30. Может быть, 29,999. Да нет, они и Microsoft, и Sony, они там держат. Хоть и Microsoft, как бы, типа, официально ушли, они, как бы, держат сцену в обычную, то есть, там, типа... В основных ритейлах она будет одинаковая. Остальное будет в непонятных магазинах и в серых. Так что, может быть, то, какая они скажут, цена такая будет. Большой Series X стоит 45,590 рублей. В общем, в целом, цены оказались вполне приемлемыми. Я думал, что будет дороже, но, видимо, они в убыток себе продают консоли, потому что понимали, что иначе они никому нахрен не упали. Ну, кроме некоторых людей. Сразу у аудитории встала жутко шишка, пробивая потолки, вот это все убивает женщин, детей, медведи, панты. А то, что Series X стоит 26 тысяч, и там сколько он в валюте стоит у них? 300 баксов? Да. 299 баксов. Или евро. Евро и баксов. Окей. И все такие, блин, воу, круто. Но я, в принципе, изначально говорил, что Series S выглядело как-то что-то очень странное. А после оглашения цены я даже, по-моему, на презентации, когда мы смотрели это все, или мы не смотрели, я изначально говорил, что... Какая презентация? Они в Твиттере показали. А, да, их же слили. Блин, там же охуенные истории, как слили ценники, а потом майки такие, ну, да, это правда. Типа, да. Охуенный анонс в стиле 2020 года, ребят. И, в целом, я, когда увидел этот ценник, я начал говорить и в Твиттере писал, и в чатик наши, что... Там что-то какая-то собака зарыта. Скорее всего, в самой консоли зарыта собака и будет вонять. И так и оказалось, буквально в тот же день, чуть позже, начали появляться информация о том, что Series S не сможет запускать игры по обратной совместимости в увеличенном качестве, которые были на Xbox One X. Я предлагаю чрезвычайное усилие, чтобы не перепутать какие-то грёбаные названия, потому что с неймингом у Майка в этом поколении и прошлого поколения полная жопа. Начнём с того, что Xbox One название было хуёвое. Да, это было бы смешно назвать Хуан и Хуан Хэ, но как нейминг, это полная жопа. А сейчас вообще пиздец. Тем более, учитывая, что Series S выглядит примерно так же, как и Xbox One S, только там был белый динамик, а тут чёрный динамик, который на самом деле не динамик, а дырка для воздухотвода. Но, тем не менее, я боюсь, сколько людей купит ошибочно на эту консоль, ориентируюсь просто на картинку. Это забавно будет. И, в целом, оказалось, что Series S не сможет запускать игры по обратной совместимости так, как запускал Xbox One X, а будет запускать так, как их запускал Xbox One S и обычный. Соответственно, там не будет 4К, ну, естественно, там рендеринг и всё такое. В общем, качество будет слабее и велика верность в то, что через год игры мультиплатформенные на Xbox Series S, сколько раз я повторил это название, ебаная, будет работать как кусок картошки. У Лукашенко. Там не всё понятно. В общем, это концептуально довольно сложная вещь. Вообще говорили, что Series S, ну, например, на ней Gears of War 5, ну, типа, работают шустро. Ну, типа, в два раза там FPS увеличен. Я не знаю, он там по обратке или по особой модернизации про Gears of War на Series S. Ну, пятый Gears of War. Он, вроде как, там будет буставаться, будет быстро работать. По-моему, что-то типа 120 FPS на мультиплеере, потому что мультиплеер был в 60 FPS на обычном сбоке. Вот. То есть, возможно, ну, там будут улучшения. Ну, так, просто там, блин, вот это, типа, консольное разделение, вот, две версии для One S. Причём такой, типа, обратно совместимых, которые работали для Xbox One S, X и X. И там оно не будет запускать версию X, то оно и не будет ничего делать другого. И будет у вас картошка в виде версии для One S. Ну, посмотрим. Ну, то есть, да, как завтра касса висалили, такой, по-прежнему напоминаем, 4 террафобса меньше 6. Поэтому лучше One X она, по идее, быть не может на Series S. Но, опять же, сравнивать довольно сложно, типа, видеопамяти меньше, она там хуже, медленнее, чем на One X, но новая архитектура, то есть, по идее, там лучше всё. Там ещё разделение с памятью, быстрая и медленная. Ну, она всегда это делает, это и на предыдущих Xbox'ах так делали, разделяли память, потому что, ну, надо, хочется типа больше, но... Дорого. И, как мы знаем, утилплатформа срать и бать хотела это разделение и берёт просто то, что нам быстрее. Ну, как получится, конечно, но... Да. И дорого, и поэтому Microsoft косит, чтобы одна память была больше, чем на PS5, другая будет меньше на PS5. На Xbox Series S там будет просто плохая память в двух экземплярах. Вот. Хотя, если вспомнить на оригинальном Хуане, там вообще была какая-то, блин... Картошка запитанная была. Какая-то, плюс какая-то килобитная память, которая, я не знаю, для телефонного роутера существовала, непонятно, в каких-то килобитах. Вот. Всё это, конечно, мы мусолим. Нужно будет потом смотреть в ноябре все разборы Digital Foundry, просто ими обмазываться, потому что это будет очень интересно. Если мы вместо двух консолей получаем, ну, как минимум три за разом. И знаешь, такая ещё Nintendo кнезапно выходит, типа, ребята, я тут принесла вам Switch Pro ещё, знаете. 4К, да. На этих, на коробках PS5 же там написано 8К и, по-моему, 4К 120 Гц. Все плашки, все обязательные плашки в 2020 году, всё в 8К. Никто не имеет ни малейшего понятия, на чём смотреть это 8К. То есть, люди кое-как такие радостные купили... 3К телеки. ...в 2020 4К телеки, включая меня, вот. А начали телефоны снимать в 8К, консоли зачем-то хотеть выходить в 8К. И ты такой смотришь, такой... А для кого это, кроме людей, с 3090 вообще этот 8К нужен? Если даже, блин, на ПК 4К оно работает, ну... 4К? Ну, не, ну, возможно. Но вы, во-первых, монитор геймерский не купите за 4К за адекватную цену. Ну, то есть, это либо будет обычный монитор, который на 60 Гц. Поэтому Series S рассчитана на разрешение 1340, мониторный как раз-таки. Который он не будет выводить, скорее всего. Которого нету в телеках. Да. Который не рассчитан на телеки. Потому что 2К не делали телеки практически. Потому что мало в этом смысла. Ну, опять же, это рассчитано максимально. Вообще, почему они не могли сделать тогда, ну, типа, мы можем вводить до 4К? Ну, тогда это было бы очень сложно говорить, позиционировать. Выводить-то они могут в 4К, но потом говорить, что у нас игры могут быть до 4К. Но если это только рисованный 2D-платформер... И да, ребят, если кто нас слушает и сейчас запутался в словах 4К, Series X, X, S... Вот это там всё, то это нормально, ребят. Вы только запутаете в этой хуйне полностью. Потому что нейминги... Всё просто, но если вы не знаете, не в теме, непонятно, конечно. Кстати, Лёш, ты видел, как они хвастаются тем, что Outer Worlds загружается на 1С за 53 секунды. А на Series X 13 секунд. И такой... Окей, вы запустили игру на SSD, молодцы. Типа, а ещё что-нибудь покажете нам? Да, что ещё улучшилось? Просто вы добавили SSD, ребят, на SSD он будет грузиться быстрее. Потому что это SSD, блин, как бы... Такой, никто... Это Outer Worlds. Никто не говорит, что она будет работать нормально. То есть, это же Obsidian. Вот. Загружается. И то, я бы сказал, 15 секунд, это не то, чтобы сильно быстро. То есть, я как-то от рекламы, то, что всё на SSD, я бы ожидал как-то побыстрее всё грузиться. Типа, за 5 секунд. Ну, ладно, допустим, опять же, это Obsidian. Хорошо хоть так. Ну, опять же, это нужно оптимизировать, потому что, скорее всего, там ещё так разбросано всё. Ну, там тоже, наверное, как-то надо паковать, чтобы всё SSD быстрее грузилось. Это Obsidian, господи, они не бракодилы известные. И да, я слышу, как люди бросились в чатик писать, в комментарии, что я говноед, ну, как бы, ладно. Сейчас люди пишут в комментариях там что-то. На, не на больное место давить, пожалуйста. Да? Да. Вот. Ещё нам рассказали, что Valhalla на старте будет прям 10 ноября выйти вместе с консолью, и, типа, будешь сразу там на Xbox. На S в 60 Гц, по-моему, говорили. Да. Ну, типа, на Series S будет, не знаю, в 4К. Ну, вряд ли в 4К, 60 FPS. Это было бы слишком. Это Series S, она, наверное, на ПК. Ну, люди на ПК такие, такие, немножко поперхнулись своими тарафлопсами. Вот. Да, типа, в 60 FPS она будет там работать, не знаю, в каком разрешении. 4К, 60 FPS на Series X, соответственно, на младшенькой. Не, ну она, типа, в 60 FPS тоже будет работать, но, ну, не знаю, в Full HD или в 720p, ну, в чём-то будет. Ну, это как бы ладно. В общем, не очень мы верим в то, что она будет выдавать 2К стабильно. Не факт, что будет даже в Full HD всё всегда хорошо. В 90 FPS снова с нами, да? Ну, по-хорошему, конечно, типа, они отрезали 100 баксов дисковод и 100 баксов ещё что-то там порезали технически. Не должно быть сильно, типа, большого отрыва от X. Но тут есть маленькая проблемка. Дело в том, что Xbox покупают не ради эксклюзивов, а ради мультиплатформы. А, как мы знаем, мультиплатформы зачастую делают люди, которые бракоделы. Obsidian, например, да? Одно дело, когда... Плачем. Ну, господи, они вообще, они, видимо, просто не знают. Эмулятор лучше делают. С автомата они запороли по 4 версии, а она в Full HD не выводит. Ай, блядь. Великие японцы просто. Просто и как они это делают? Странный гоня. И, собственно, у меня есть стойкое ощущение, что из-за того, что мультиплатформы будут всякие бракоделы. То есть, ладно, Юбики еще что-то будет, мог стараться. Может быть, еще будет стараться кто-то типа... Рокстары вряд ли. Кромгардс? Не знаю, вот Юбики, кто еще у нас? Ну, Call of Duty может еще нормально будет работать. Но какие-то более маленькие проекты от меньше студий. Я боюсь, что на младшей консоли майков будет все очень плохо с этим. Ну как? Учитывая, что Call of Duty всегда рассчитывает на 60 FPS. Хотя я не знаю, но... Посмотрим, короче, что будет. У них всегда сложно с графикой, всегда, потому что они FPS ставят во голову. Знаешь, в чем проблема? Большая проблема лично для меня у Xbox сейчас, у обоих игр-приставок. Прошло уже полгода с анонса официального, даже чуть больше. Но нам до сих пор не показали ни одной игры, которая на Xbox бы продвигала нам новое поколение. Потому что нам показали 9-го числа, по-моему, или какого там числа? По-моему, недавно совсем это было. Показывали Dirt 5. И... Да, я, по-моему, вчера смотрел. А, вчера показывали геймплей, собственно, на Series S. И он выглядит... Не очень, скажем так. Он очень плохо выглядит, как... Мне, на самом деле, я играл когда-то бесплатно, типа, давали или временно давали. По-моему, на PlayStation 4-м обычном Dirt какой-то 4-й, наверное. Вряд ли 3-й. Вот. Или что-то типа такое, или Колин Макрэй. И что-то он сам выглядел как-то не очень. Он какой-то... Ну, какой-то... Да, она никогда не была супер-технологичной. Нет, оказывается... Вот. И здесь, ну, примерно то же самое. То есть, блин, ну, как-то... Ни нормального освещения, ни теней, ничего. Он какой-то... Как-то просто освещенный. Какой-то по бокам зарево. И... Ну, то есть, у этого поколения вообще сложно с тем, чтобы сказать нам, типа, а за что новую железку-то покупать? То есть, в принципе, игры норм были и на этом поколении, как бы. Как во времена 30-го бокса и PS3 не было такого прям жажды. И такой, блин, когда уже, ну, нормальное железо будет в консолях? Потому что, блин, ну, это какой-то... Ну, они ничего не тянут. Это очень бедно все выглядит. Как бы сейчас вполне себе все нормально. Потребности, как сказать, удовлетворяются, в принципе, картинкой. Но, ну, окей. Но нам, в принципе, довольно смотрят Sony. Чуть-чуть получилось хотя бы показать, что у нее будет, в принципе, красиво. Но за Sony я не сомневался, что, в принципе, у нее на PS4. Если бы было красиво, вряд ли будет на PS5 хуже. А вот с Microsoft не очень-то понятно. Потому что у них все игры, как какое-то мутное зарево. И порадовать нас они ничем не могут. Такое ощущение, что Xbox One X там на самом деле... Что-то не то. Что-то не то внутри на самом деле. Просто, блин, они даже с Хейла посрались. Я понимаю, что они хотят ее выпустить на максимальном количестве платформ. Но, блин, это ваш титульный тайтл, который привлечет много народа. И я верю, что у вас геймплей на все охуенно будет. Что-то они не очень хотят. Что? Сейчас они как-то не очень хотят. Ну, что-то они теперь говорят такие. Ну, мы на Excel лучше все выпустим. Это очень странно. Потому что, как бы, блин... Я рассчитывал, что они как-то постарались... Блин, пятая часть красивее. Пятая часть красивее. Она вышла 4 года назад. Когда вышел Halloween 5 Guardian? По-моему, 4 года где-то назад. Ну, предположим. Просто какого черта, ребят? Вот, могли бы... Вот именно поэтому... Я смотрю на Xbox. Да, у Астера Флопса дохуя. Но что вы будете с ними делать? Вы сможете их адекватно как-то реализовать? Поэтому вот я очень жду от Disney Foundry. Инфо на счет того, что... Будет именно по мультиплатформе. Потому что Xbox... Лично я покупаю. И многие другие люди покупают в мире. Не в России. В России люди странные. В мире покупают ради мультиплатформы Xbox. И, может быть, ради Game Pass. И ради обратно совместимости у нас гораздо меньше прослойка населения. И просто если в этом поколении... А я напомню, что предыдущие два поколения по мультиплатформе майки выигрывали у Саней. То если они в этот раз проиграют эту гонку по мультиплатформе, то покупать Xbox нужно будет либо американцам в гетто, да? На пособие по безработице, чтобы играть в NBA. Либо тем, кому нужно играть по обратной совместимости. И то это будет далеко не перевести пенная покупка. Это очень странные люди. Я собираюсь купить, но это будет совсем не на старте. Ну, если они проебут мультиплатформу, это уже... Они снова придется им менять бизнес. Потому что то, что у них какое позиционирование было на старте Xbox One... Xbox One? Не, ну у них были эксклюзивы, да. Хоть они, по-моему, тоже говорили, что они там на ПК, может, что-то будем выпускать, все дела. И вообще нет проблем с тем, чтобы они выпускали игры на ПК, как бы, к тому же. Почему нет? Ну, сейчас ни у кого не проблема. Сейчас только у Нинтендо проблемы с тем, чтобы выпускать игры на ПК. Вот. И он такой, в ваш ПК не засунуть... Гироскоп. Наш гироскутер. Не знаю, что... Картон. Кто будет у вас играть в картонку на ПК? Вот тот же. Нам такие люди не нужны. Купи картон. Купи картон, ёпт, за 60 баксов. Купи кольцо. А, новые цены, за 80 баксов. Купи растягиваемое кольцо. Да. И растягиваемое. Сиди, занимайся. Пока зарабатываешь на новый Switch. А то этот уже распался. Они, кстати, закрыли производство 3DS-ок, наконец-то. Давно пора, в принципе, было бы. Ну, 3DS был хорошим, но не таким, конечно. Не как DS, чтобы продавать его ещё каким-нибудь странам третьего мира ещё 10 лет. Они тако им это не делали? Ну, не столько. Но 3DS всё равно был не таким простым. Дорогие эти. Ну, блин, он всё равно, конечно, очень устарён. Вот когда он выходил, блин, в 2009 или 2010 году. Ну, то есть... Он тогда уже был, ну, так, не сказать, что сильно лучше PSP. Но, тем не менее, он пережил два поколения саней портативных. И выиграл. Ну, в смысле, он всё было виноватой PSP. Так PSP, блин, ещё во времена PS2 вышла. Но он застал конец поколения PSP. И застал Vita и поставил на неё как на говно. Ну, Sony на неё тоже смотрели как на говно, на свою PSVita. Ну, в таком... Sony не смогли так дожать. А технологически, конечно, мобильный гейминг там менялся. Сейчас можно, ну, блин, на вот этих RAM-чипах, каких-нибудь Apple-вский чип туда въебать, можно хорошую консоль сделать. Ну, то есть даже Switch на... Ну, то есть, блин, из-за мобильных телефонов мобильные технологии очень сильно развиваются. Потому что телефоны уже... Ну, они делают, типа, такой... Нам же надо продавать, типа, новый телефон зачем-то. Они делают, фигачат новые процессоры. Ну, их они уже не нужны просто. Они... Все телефоны, даже планшеты такие... Куда? Чё нам делать с этой мощностью? Такой, 5 нанометров, такой, хрена, там, атомы, там уже этот... Типа, чё нам делать? Телефоны точно не знают. Планшеты ещё как-то жрут там какую-то технологию. Телефоны абсолютно не представляют, куда им тратить. Все поняли, что делать дорогую мобильную игру 3D-графикой не ликвидно, не особо нужно кому-то. Нужна какая-нибудь дрочильня простая. Даже Apple поняли со своим Apple Arcade, которые спустились и, видимо, поняли, что это не особо рентабельно. Вот, потому что такой, ну, типа, простая графика или рисованный, или что-нибудь такое, то, типа, всё, это больше максимум, ничего особо не нужно. Люди наигрались, типа, в 3D-графику на этом, нечего делать. Но Apple пока что ещё фигачит процессоры. Каждый пишет остаток. Самсунги как будто этого не делают. С процессорами, ну, у них не очень получается. Ну, они, типа, получается, но не очень. Взрывно получается у них немножко. Ну, нет, ну, это у них, ну, как, батарейка взрывается, не процессоры. Пока что. Ну, и то редко, и то редко, это так. Вот. Но, вот, и с этим мобильным геймингом, ну, как бы, сложно именно, ну, то есть, технологии очень быстро развиваются в этом плане. И поэтому делать портативную консоль, ну, то такой, типа, очень быстро устареваешь. Ну, у Nintendo, получается, ну, они как-то вот поймали вот этот технологический виток, когда они, там, более-менее, там, мощные получились. И вполне себе этого хватает на всё в современном мире. Не знаю, что там будет со следующим поколением. Хотя, если посмотреть на следующее поколение, то что-то мы никуда особо не уйдём технологически далеко, поэтому... Я очень надеюсь, что 8К не сорвёт башню разрабам и не начнут... Да куда? Да, ну, то есть, для этого нужно, чтобы телеки кто-то покупал. Они скажут, такой, даунскейл будешь до 4К делать, такой, и у тебя будет всё хорошо в 25 фпс. И ты такой, будешь смотреть, такой, да, я очень рад. Великолепно. В общем, это всё очень странно. А, ещё показали... Бошдог Леджин, ещё раз. Это было, скорее, на презентации Юбиков, но, тем не менее, нам показали, что Эдена Пирса добавят туда. Это главный герой первой части, которую никак они не похоронят. Но мне он понравился почему-то. Поэтому я, в принципе, так Леджин хочу себе купить. Не на старте, конечно, но потом. Но проблема в том, что я смотрю на Леджин, и да, RTX там, конечно, красиво выглядит, но... А вы уверены, что это игра, которая должна выходить на новом поколении? Может, там, давайте ещё что-нибудь, что в небесе выглядит позорно, как в Watchdog первом. Это кроссген, это, ну, как только начинали. Да, кроссген печальный всегда. Матфортформа кроссгеновая, это печально. Это очень печально и грустно. Ну, хоть как-то. Вот. Главное, знаешь что? Нечего сейчас ждать. Давайте сейчас перейдём к Sony. Тем более, это Юбисолтовский. Они не сильно там срывали башню Black Flag и первых Watchdogs, которые понерфили. Ещё что-то там выходило, которое прям на кроссгене выходило. Я больше не знаю, к чему. Они особо были интересны. А вот Unity на следующий год у вас сильно было классно. Знаешь, Лёш, к чему я это всё веду, в первую очередь? Не понятия, к презентации Sony, я не знаю. Да, к презентации Sony, но просто вспомним то, что делали Беотвари и Юбики во время кроссгена предыдущего. И старые консоли, скажем так, они ставили не фавор, а это Dragon Age Inquisition, Far Cry 4. Сейчас не очень понятно, ну, типа, куда идут. То есть, ну, в прошлом поколении, восьмое от седьмого сильно, ну, было мощнее. И там сразу бахнули эффектов, там, частиц, текстуры. Там сразу, ну, как бы, был прирост. И расстояние можно было больше сделать, не такие коридоры, как раньше. Все дела, большой был прирост. Сейчас, как бы, технологический прирост есть, но никто это не пытается делать. Все говорят, ну, мы на SSD теперь будем подзагружать текстуру быстрее. Но, типа, ну, вот размах, ну, там детальки, больше травинок будет, там, я не знаю, больше деталей, моделей. Но там такого размаха не будет, поэтому, ну, как получится, так получится, конечно. Я тут больше, знаешь, к чему ввел все это. Во-первых, я хочу сказать с тобой, что, да, тут такого технологического приростка пока что не предвидится. Но меня крайне беспокоит то, что Sony буквально вчера нам сказали, что Horizon Zero Dawn 2, как он называется? Короче, Horizon 2. Forbidden West. Запрет. Запад. Он выйдет у нас на текущем поколении концерта, в том числе. Он делается отдельно, они сказали. Он делается отдельно. Ну, то есть... Две версии, то есть... То есть это не сбросить минимальные настройки. То есть, ну, по крайней мере, они говорят, что делают они... Ну, разрабатывают отдельно. Когда они решили, сколько они это делать, будут, делают, не очень понятно. И мы возвращаемся... В начало нулевых. Во времена... Ну, не начало, в середину нулевых, когда седьмое поколение выходило, еще практиковалась такая особенность, как делать для разных платформ разные игры. Разные команды делают, разные игры. И это привело к тому, что... Какой... Кобьюти стала 25 штук. Splinter Cell Double Legend был лучше на PS2, чем на новом поколении. Все говорят, что тут лучше играйте в тот. Причем... Я не знаю, я не видел его. Не пробовал. Я проходил только на ПК. Я знаю, что Chaos Theory был на PS2 лучше, чем на других платформах. Там тени были классные, все такое. Ну, такое, конечно, типа... Не, но он... Он не выходил на новом поколении. Chaos Theory, я имею в виду. Выходил в X2. Не, да, была эта Chaos Theory? Ну, да, Теория Хаоса, она же во времена еще и не была того поколения. Ну, да, потому что на PS2 делать было проще. Хотя, опять же, на PID Xbox был мощнее. Просто понимаешь, Леша, в чем дело? Они на своей презентации... А все остальное было хуже. GameCube был хуже, Dreamcast был... Такой, какой Dreamcast? Все уже к тому времени. Какой Dreamcast? Где Dreamcast? Великое было поколение. Четыре было консоли. Да. Не то, что сейчас. Ну, в принципе, сейчас тоже было четыре консоли. То есть, Xbox, Floki, Switch и 3DS. А сейчас две консоли и планшет. И, короче, когда Sony показывали летом свою презентацию, они там писали, что, типа, все это на движке игры и все такое. И по некоторым особенностям того, что они показывали в Horizon, Digital Foundry сделали заявление, что это очень похоже на то, что, ну, это реально, типа, что-то, что запущено на консоли. И, в целом, вот это вчерашнее слово насчет PS4 немножко напрягает. Я надеюсь, все-таки, что это, мы правильно поняли их посыл, что это две разные игры. Насколько они разные, непонятно, но тем не менее. Я надеюсь, что... Я не знаю, Digital Foundry там видели, что это реальный геймплей. Это было, похоже, очень насижает просто ролик. Но, допустим. Ну, я говорю, делают, делают, не делают, не делают. Я не знаю. Ну, типа, в Sony делать специально поганые для PS4 версии... Западло все-таки. Ну, да. Либо, в крайнем случае, они просто отменят и не будут выпускать когда-то. Да. Ну, такое тоже возможно. Все-таки не выпустить. Поэтому делать заведомо поганые они не будут. Все-таки Sony пока что имеет очень хорошую репутацию. Они не обосрались с эксклюзивами очень давно. Ну, конечно, был скандал с Last of Us. Был небольшой скандал с Days Gone, но как бы это мелочи. Ой, людям дай по скандали. Так то, они игры делают хорошие. И в том числе технически они великолепны. У них выходит... Ну, зависит, конечно, от игры, насколько она великолепна. Но даже не совсем технологически... В зависимости от разработчиков. Ну, да. Я просто имею в виду то, что мало кто будет спорить, что... Окей, кто-то спорит с этим, но Last of Us 2, она технически очень, очень, очень крутая. Одна из красивейших игр поколения. А Tsushima, она тоже очень красивая, но немного с другой стороны. То есть больше вы арт-дизайн, чем вы сами... Ну, она, да, она больше просто про... Ну, я не знаю, но, типа, я бы не сказал бы, что вот именно арт-дизайн в итоге Last of Us был хуже. Не, просто говорю, что... Просто посмотрю, людям просто цепануло вот эта японская тематика. Вот это все, типа красиво, стиль выдержанный, все хорошо. Но, как бы он сам... У меня встал вопрос внезапно такой. А... Да? Тебе с ней помочь? Да. Смотри, я купил Tsushima и играл в Ведьмака. Ай-яй-яй, я не могу играть в нее. Так, Леша, помоги мне с этим. Я дал тебе диск, и ты играешь в Ведьмака. Как это работает? Это играет, потому что ты мне дал диск, пока я играл в Ведьмака. Не собирался его... Как бы прерываться. Не, не знаю, может, и мне сейчас надоест, я его заброшу. Пунктую дополнение. Возможно, я не буду платину добивать пока что. Ну, посмотрим. Вот. И, собственно, давай перейдем к презентации Sony. Вчерашнее, что они нам показали. На самом деле, интересного было мало. Во-первых, я охуел от того, что показали Final Fantasy XVI. Я не ожидал этого совсем. Хоть были переплосылки, как я понял, в Твиттере некоторые. Но я не ожидал этого. И я не ожидал того, что они, наконец, уйдут от sci-fi фэнтези в фэнтези. Это было очень странно, но мне очень понравилось то, что увидел. Да, это графически не сносит крышу, но арты, то, что это фэнтези, геймплей, мне это очень по каждому нравится. Ну, этот Final Fantasy XII был, или XI, по-моему, более фэнтези. А когда он вышел? Когда-то в 2000 году. Десять лет назад. Ну, и то, по-моему, 10 лет назад вышел, 13-е, даже еще раньше. Да, то есть, понимаешь, это прошло, честно, сколько лет, как бы. Плюс это и номерная часть. Ну, и 14-е была фэнтези чистой. Я точно знаю, что ему там было... ММО не считается. Оно, тем более, переделывалось. Ну, опять же, я не помню, какая... Я забываю, когда 11-е, 12-е была ММО тоже. Я не помню. Трудно запоминать игры, в которые они играют. Знаешь, я смотрел презентацию, и у меня были какие-то вайбы на Dragon Age, почему-то очень сильные. Восьмерка, девятка, я не знаю, что там было. Я вообще не помню. У кого? У меня. От этого всего, то есть, в Dragon Age сделали японцы. У меня были вайбы, я был почти уверен, если бы не X-Log, я был бы уверен, что это какая-то Dragon's Dog. Я сначала тоже так сказал, типа, что это Dragon Dog? Ну, нет, это оказалось финалкой. Потому что, ну, оно чисто по-японски, и при этом оно выглядит, ну, не как 15-я финалка. То есть, как-то беднее, дешевле. Ну, там каких-то монстров просто показали, драки, и какую-то странную, стрёмную сцену с никакими персонажами. То есть, не знаю, финалка, это сказка с фриковатыми японскими персонажами. Да, мне интересно, что они изменили подход такой в более тёмный, дарковый. Но, с другой стороны, мы такое видели уже в семёрке от ремейкенной. Там тоже они... Ну, там, в принципе, она в оригинале была, да. Ну, там чисто финалка всё равно, как бы, блин, ты смотришь, и это финал. А тут что-то, знаешь, не мог запахнуть от Органейджем, либо Игорь Пистолов, не знаю. То есть, я имею в виду такое, что, ну, тёмная фэнтези немножко. Ну, блин, ну, тёмная фэнтези, блин. Тёмная фэнтези — это Ведьмак и Дракон Эйдж. Но финалка... Ну, это не похоже пока на тёмное фэнтези, оно не очень тёмное. Наибольше, может, настроение того, что... Оно мне показалось, что арт-дизайн просто никакой, и какое-то настроение мне не передалось. Мне пока не понравилось. Меня, кажется, зацепило. Ну, в принципе, я просто люблю финалки, поэтому, возможно, я особенный. Потом нам показались 7 минут... Я как человек, который не, ну, не скажем, не играл, не проходил ни одной финалки, я такой большой ценитель, говорю, тут не пахнет фэнтези. Мне не нравится. Я проходил, так, пятнашка, семёрка, семёрка ремейк, ну, сейчас первая, шестёрка, четвёрка, восьмёрку, по-моему, дошёл до конца, не уверен, девятку не до конца не прошёл, тринашка из три части прошёл и десятку прошёл. Да, то есть, видимо, я много... И я играл в демку пятнадцатой, в демку седьмой ремейка и в начало на эмуляторе седьмой финалки. Я истинный... Демо-знание игры. Окей. Демо-знание. Едем к тому, что ближе Алексею. Нам показывают 7 минут, как бьют по ебалу Моралеса в Spider-Man Miles Morales, соответственно. Он очень хороший. Я не знаю, за детали, за графику что-то там произошло, но постановку драка они что-то там... Ну, я не знаю, может, они камеру так крутили или что-то такое. Там прям постановка драк просто на этом... Ну, то есть, это не как катсцены, это как бы живой геймплей, по идее, показывали. Но он там драл бандитов очень красиво. Это интересно. В остальном, как бы так показывают геймплей, ну, ничего особо не изменилось. Показали, как чувак выходит во двор и такой начали... Это геймплей, Моралеса, спасибо, очень интересно было. Потом начали бить. Тут будет какой-то, я не понял, не разглядел, видимо, будет друг Моралеса какой-то этот, но он не очень... Ну, будет ли это Ганки или нет, не очень понятно. Потому что он не толстый. Я так и не понял, азиат или не азиат. Он похож на чёрного был. Хотя... Да нет, он вроде не чёрный был. У него чёрные волосы были, но он типа азиат был. Азиат. Я открыл скриншот, азиат. Да, вот. Это, скорее всего, Ганки, а только не толстый. Потому что люди бы сказали, такой, эээ, чё вы украли персонажа из Spider-Man Homecoming? Хотя его там украли из Ганки Моралеса, но уже никому не важно, кто первый сел, того и Ганки. Вот. Ну, показались, кстати, особенности Моралеса с током и невидимостью. Ну, в принципе, это было предсказуемо. Читерство, читерство Моралеса. Моралес, сука, читерный персонаж. Сколько его прижимали к стенке уже, и сколько раз он вбегал своим ядовитым укусом этим Веном, что-то там. То ли Веном Байт, то ли Веном, что-то, не помню. Короче, ядовитое что-то там. Вот. Это невозможно. Моралес просто отвратительный. Человек-паук из всех, потому что он... Ну, я не очень люблю Моралеса, потому что он не очень интересный как персонаж. Мы не расисты, если что. И читерный по способности. Мы не... Да. Беннис просто хотел оставить себе след, придумал себе Моралеса. А мы теперь мучаемся. Ну, на самом деле почти все паучьи персонажи, они не очень интересные, но не будем об этом. Так что, одну игру жду, я не понял, сколько она там стоит. 50 баксов обычная, 70 ультимат, куда входит Веном Мэн оригинальный, только улучшенный. Да, улучшенный, улучшенный. Ну, и ладно. Вот. Причем он выйдет Моралеса и на PS4 сказали, что выйдет, так что... Ну, такое странное. Ну, типа DLC стоит на 20 долларов дешевле, поэтому раз они все 70 стоят, значит DLC должно 50 долларов стоить. Ну, допустим, логика, конечно. Непонятно, сколько будет идти этот Моралес. Будет вряд ли как и Lost Legacy все-таки. Думаешь, короче? Ну... Нет, длиннее, я думаю, это побольше будет. Ну, то есть Lost Legacy, ну, блин, часа на... Ну, максимум на 6. Есть, вот, просто растягивать, ну, наверное, вообще часа на 5. Ну, у нас все-таки, знаешь, там нет драчильни в открытом мире, хотя, ладно, там есть, но... Один раз. Ну, там одна зона, но... А тут все-таки открытый мир, так что можно активно себе понахерачить. Тем более у Моралеса Моралеса будет прокачка более расширена, скорее всего, из-за мутации его ебаных. Так что... Вот. Плюс еще... Смотри, в трейлер показали, как его прокидывают в грузовик, и его охватывает дым оттуда. Или нет? Не помню, я уже так... Просто, возможно, у него откроется какие-то дополнительные мутации еще, либо все, что он делает, это... Две. Дело делать дымок. Смотрим, короче. И да, как тебе то, что они испиздили сцену из Человека-паука первого, когда он мост берешь и собирает вместе руками вот это, типа, ну... Это как-то странно было. Понравилось, что они сделали, как у Мстителей, начало на драку на мосту. Как у Мстителей. Не, ну, такое ощущение, что, типа, каждый Человек-паук теперь должен что-то стягивать. Ну, то есть, Том Холландовский это у Тоби Магуайра взял, Моралес взял у этого. Ну, что ж, что ж поделать? Будем жить с этой мыслью. В общем, ждем. Это будет на релизе у нас игра, поэтому... Или не на релизе? Поэтому ждать... Не, на релизе она должна быть. Поэтому ждать осталось недолго. Увидим, что они натворяют там. Не уверен, что будут на старте это брать, потому что консоль тоже не уверен, что будут на старте брать, поэтому увидим. Дальше нам показали что-то очень интересное. Хогарт с Лиджеси. РПГ во вселенной Гарри Поттера, которая происходит в 19 веке. То есть, до... Из знакомых там персонажей встретим буквально, наверное, пару человек. Что, я считаю, хорошо. А не изменилось, собственно, ничего там. Да. В трейлере все нехеряне понятно. Потому что половина CGI, половина катсцены, половина что-то непонятное. В общем, как это будет играться, непонятно. Я бы хотел что-то такое, типа, були с дейтсимом смешанной. Ну, були там в меньшей степени, но тем не менее. Посмотрим, что выйдет. Да, я думаю, ну это будет просто... Просто бегать будешь, квесты выполнять, там, забивать животных в лесу запретно. Я не знаю, что там прокачиваться. Как будут года разделены, или как ты там будешь все 7 лет, типа, обучаться. Мне бы хотелось, чтобы 8 лет, это было классно. А потом ты такой, типа, тебе билет такой, ты будешь работать здесь вечно. Теперь будешь учитель. И такой, не-е-е-е. Нет, DLC уже будет. И такой, типа, начинается игра заново, NG+. Ты выбираешь, создаешь нового персонажа, а там преподаватель будет твой персонаж. А идея классная, кстати. Вот. И так ты поколение пройдешь до Гарри Поттера. Знаешь, можно сделать, знаешь, как этот, в Челстов Мордор можно выстраивать свою армию орков, да, их подчиняя. А тут можно выстроить поколение своих вот персонажей, чтобы потом Гарри Поттер пришло, его можно будет чмырить полностью, просто, знаешь, 10 малафоев подряд. Такой, твой персонаж, там, директор, будет отыгрывать Дамблдера, там, все это, все персонажи будут, там, разодеты под Макго на голову, под Снэйп, и все будут, там, сценки, разодеты. Короче, это будет вся бэкстория этих персонажей, и они будут следить за тем, чтобы Гарри Поттер не портал. Это звучит, как охуенная штука во вселенной Симпсов. Лучшая игра была бы по Гарри Поттеру, которой не будет никогда. Просто все равно непонятно, что это такое. Семь лет оперегать Гарри Поттера. Хотя, как хуйня, что он творит, или наоборот, подстраивать, чтобы эта хуйня происходила. Ну, это, назовут Хогвартс Тайкун. Это было гениально, конечно, было. Вообще, пока что нихера не понятно, игра выйдет непонятно когда тоже. Вокруг Хогвартса настраиваешь же этих гремучих ив, там. Пайпсов, там, подземелья себе. Да, псов, там этот. Потом тебе ивент, на Хогвартс нападают эти, как, дементы. Блин, это классно было. Ты такой, ваш преподаватель защиты от темных искусств у вас скончался. Нужно построить стадион для Квиндича. Народы ропчат. Такой, внезапно. Такой, вы проиграли в вашем, в вашей школе возродился тёмный лор. Догоняю. Охуенно. Блин, какая хорошая игра была бы. Да. Короче, обещают пока в 21-м году, но пока что нихера непонятно. В общем, увидим. Потом показали нам ещё геймплейчиков. Её год как слили. Её год как слили витосы с геймплеем с Хогвартсом. И вот мы ждали такого нового поколения. Дождались. И, собственно, потом показали геймплей Call of Duty Black Ops Cold War. И, в принципе, он красивый. Это всё ещё интереснее, чем Call of Duty Modern WF прошлогодний. Там какая-то жуткая постановка. Там, короче, он подбегает к чуваку, типа, гранату ему всовывает, певинает его и стреляет в бочку. Такой, зачем? Ты ему гранату уже дал, он взорвётся. Ну, два взрыва лучше, чем один взрыв. Да, эта граната отлетела в тебя и взорвала тебя. Всё ещё лучше. Отлично. Два взрыва. Ну, то есть, там какая-то очень постановка, потому что не очень похожа на живой геймплей. Там прям чувак бегал, даже особо не убивал никого. Так прибежал в машину, там, машина там взрывается. Ну, знаешь, Лёш, я тебе скажу, где бы была Call of Duty без постановки. В Call of Duty я играю ради этого, а не ради того, что было у нас в Modern WF последним. Поэтому давайте. Да я не знаю, ради чего я играю. Меня особо последние годы Call of Duty не радует. Особо хочется что-то нормально пострелять. Если они там твои кат-сценки крутят. Ну, туда иди. Тут такой, бату. Типа, типа, блин, ну что-то там взрывается. Такой, да господи, ну мне плевать. Это всё, ну, не цепляет. Просто, ну, типа, да, но когда у тебя нет особой привязки, что-то просто происходит постоянно. Что-то взрывается. Что-то оно уже начинает. Глаз замыливается, как бы, от происходящего. Тебя это не печально. Это знаешь, что такое с тобой? Старость. Старый, ты перстарый. Ну, не старость. Мне нравится, когда всё. Ну, когда вот, ну, Call of Duty есть Call of Duty. Душнишка. Ладно, потом будет то, что тебе понравилось. Это Деревня Дороков. Resident Evil Village. Село. Деревня. Она выглядит, кстати, местами неплохо. И я такой смотрю, такой, о, они что, новый билд сделали? Вот красивенько выглядит, все дела. И потом начались какие-то быстрые сцены, и там снова опять FPS. Вот такой какой-то слощад. И я такой, о, Resident Evil. Я знаю эту игру, видел. Не очень честно, как они объяснят появление оборотней. То есть, вирус, паразит или грибок? Всё вместе. Ковид ещё заставил бы тир. То есть, блин, на самом деле им никогда от вируса-то не мешало делать, ну, мутировать во что угодно. Паразиты дали ещё большую, на самом деле. Вспомнили пятую часть, а? То есть, сколько там вы, в конечной игру уже там просто все превращались в какую-то гигантскую месиво просто. В пятой части все превращались в каких-то тентаклей. Да, у них какая-то была такая особенность в пятой части. Теревью у них паразит попался. Ну, Африка, понятно. Да, вот. А так, в принципе, ну, как бы им, ну, в четвёртое и шестое не особо мешало превращаться во что хочешь. Поэтому. В предыдущих частях, ну, там, ну, там, когда-то они начинали, когда-то придумывали, что это, типа, они создают с помощью этого вируса оружие, это, типа, определённые вещи. Акула-зомби, оружие. Лягушка. Там была лягушка-убийца, это тоже было оружие. Так что, знаешь, хотя там, типа, в итоге всё равно всё сводилось к тирану, то есть к человекообразному зомби. Типа, неубиваемому, но при этом у него сердце очень наружу, поэтому убить его не очень сложно. И одна большая рука. Вот. Одна большая рука. Вот. Так что, это им никогда не мешало что-либо объяснять, поэтому... Не, понятно, что не объяснят, просто неестественно, что они выберут в этот раз. То есть, в тот раз у нас был плесень. Ну, они там объединились с акулами. Я хочу новый резидивол. А, в этом, ну, там всё равно был вирус, который, ну, просто стал больше плесенью. Причём, я не уверен, что это был не Лас-Плагас опять, ну... Я хочу, чтобы свечный резидивол был на побережье, и против нас были зомби-акулы-гуманоиды. Ты по Дедайланду, что ли, скучаешь просто? Ну, я больше вспомнил старый сериал-фильм, ну, то есть, он сериал из пяти и шести серий был, где была гуманоидная акула, которая убивала людей. И, типа, хочу король-король-король акулы. Ну, почему бы нет, конечно, но я сомневаюсь, что... Ну, пока что они не делают мрачный, типа, хоррор. Не кредитивол хоррор с седьмой части. Поэтому... Хоррор, блядь. Поэтому он, как бы, вряд ли у них будет на пляже. Ну, знаешь, хоррор, где хи с два часа после начала игры у тебя там дробовик, пистолет, автомат, ладно. Была, была, была пятая часть, в которой, я помню, рекламные ролики, которые, такой, вы будете бояться света. И, типа, такой, типа, вы все говорите, как это сделать хоррор в этом, в солнечной Африке? Я такой, вы будете бояться света. Такой, такой, что? Где хоррор? В шестой части больше хоррора было. В компании за... Ну, в шестой там... За этого. За этого, да. За спецназовца. Криса. Или... Или за... Сына Вески. У сына Вески там была хотя бы Ебака, которая за тобой ходила, полуигры Бессмертная. И подводный уровень. Устанака. Устанака. Ебака, Устанака, да. Стрёмная штука. У него стрёмные руки были сменные. Где-то я такое видел. Да. Недавно. А, на край пятом. Кстати, на край пятом. Как я мочился на стриме, когда эти ребята показали Вергилия в спешл-эдишене пятой части? Ну, у них... С третьей части у них в спешл-эдишенах Вергилий. То есть, я не знаю, чему удивляться. Но я думал, что спешл-эдишен выйдет для этого поколения. Потом он сказал, что он выйдет на это поколение. Но сначала это... Спешл-эдишен в четвёртой части вообще вышел спустя 10 лет. В него добавили Вергилия, которого не было в четвёртой части Фамини. Ещё Трис... Фу, да Трис. Трис. И Ен, блин. Трис-эледи. Причём, что вот Трис... Я, кстати, не уверен. У меня такое ощущение, что Трис-эледи тоже добавят в игре пятом. Просто потому что. Ну, окей. Я говорю, начиная с третьей части Вергилия добавляют. Как бы, это ожидаемо. При том, что у нас и так уже три персонажа. Три разных геймплея. Причём, там я увидел, что как-то Ви входит в сетапы Вергилия. Или мне показалось, что он как-то выходит из него временами. Либо это просто монтаж такой был. Я не знаю. Ну, интересно. Ну, по сути, это так и есть, как бы. Но... Спойлер. Я не знаю, как это будет геймплей. Кого мы обманываем? Да кто там играл вроде сюжета в 2.0 на краю? Вот. 2.0 на краю? Там RTX накрутят. Рейтрейзинг на консолях. И турбо-режим с ускорением геймплея. До 1.20 стандарта. Я не знаю, как бы это кому надо. Он и так немедленно был. Кому-то слишком медленно, да. И у ресторанности. Легендарь и Дракнайт. Коллаба с Бэтменом? Да. Я Бэтмен. Такой бетарангами кидаться. Ты Данте долбоёб. Ты Неро долбоёб. И Неро долбоёб. И Данте долбоёб. Нам все долбоёб. Вот. Вот. Потом ещё вообще перед, где им сильно показывали геймплей Deathloop'а. И он, честно говоря, всё ещё не очень понятно, как сюжет на это всё будет работать. Но... Да это аркада будет просто задрачивать карты для счёта. Всё. Ну, то есть... Ну, есть и есть. Проблема в том, что... Ну, будут ли в него долги играть. Это надо на ПК каких-то пекарей затаскивать в это дело. Не знаю, на что они сильно рассчитывают. Ну, окей. Потому что... Ну, это должна быть... Что? Типа сингловая игра на счёт какая-то должна быть особенная. А это, ну, просто Dishonored. Который на... На скиллы. Работает просто... Просто на время. А ну, и визуально, кстати, не впечатляет слово совсем. На открытых пространствах. То есть, внутри ещё окей, а вот на открытых как-то совсем что-то. Ну, они в простую графику. Типа и денег там у них не особо много. Да, понятно. Но это всё ещё лучше, чем... Там показали трейлер от Vault Soulstorm. Который хвастается тем, что он будет консольным эксклюзивом. Но... Ты сможешь на это и... А почему это не вышло на PS3? Ну, на... Не, на... Катсцены мне понравились. Они выглядят, ну, симпатичненько. Там, представь, моделики нормальные. Другое дело, что... Ну, я не знаю, кто в Oddworld всё это играет. Только ностальгирующие люди. Я... Себя к ним не причисляю, потому что я с первой PlayStation стремаюсь этой игры. И никогда она не нравилась. Вот. И продолжаю. Поэтому... Ну, удачи им. Я не знаю, кому они это делают. Я поиграл бы просто... То есть у меня никакие проблемы с геймплеем нет. Я с которым всё это поиграю. Потому что мне он нравится, в принципе. Я играл в большую часть частей, скажем так. Но визуально просто... Почему так ставят Яра его сюда и пихают то, что это эксклюзив PS5. Ну... Не знаю. Посмотрим. Потом нам показали кое-что ещё более стрёмное. Во всех смыслах это слово. Five Nights at Freddy's. Security Beach. Bridge. И это будет эксклюзив PS... PlayStation. PlayStation в течение трёх месяцев. И у меня нет ничего, что можно о этом сказать, цензурного. Но, как бы, я не люблю эту вселенную, эти игры. Я считаю, что это какое-то голимое говно. Но, как бы, если вам нравится, то... You're welcome. Ты играл в это говно? Людям из доступа надо было делать вот такое говно. Тогда бы они что-то заработали. Ну да, это для стримеров, просто для YouTube. Это штука для этого. Когда вас стримеры... О, я сейчас смотрю геймплей Моралеса. Тут крадущийся в невидимости Паркер. По-моему, та же самая анимация, что у... Точнее, крадущийся Моралес. Почти та же самая анимация, по-моему, как у Паркера. Крадущаяся. Ну, чего бы это. Чего бы это. Зато потом нам показали Demon's Souls. Я не играю в... Что? Да. Да. Ждём Demon's Souls. Demon's Souls, ура. Не буду играть. Показали геймплей. Ну, как я и говорил ранее, что мне очень нравится, как выглядят переделанные локации. Нам показали начало игры, первого босса. И это всё круто. У босса даже дымятся глаза. Там, дыхание, это всё. Выглядит классно. Если на релизе всё так же останется, просто must have. Потому что Demon's Souls, он классный. Если они допилят механики, потому что всё-таки механики оригинальной игры, они устарели. От слова совсем. Если чуть-чуть их подправят, то... Обязательно стоит брать, тем более видно, что они стараются. Локации переделали очень хорошо, при этом сохранив геометрию старую. Прям лайк, лайк, лайк. Ждём, очень ждём. И я считаю, что это прям... Я этого жду больше, чем Elden Ring. Потому что по нему ни хера не известно. Тут я хотя бы знаю, что получу. Вот. Потом показали нам Fortnite зачем-то. Я не... Ну, чтобы эти васяны знали, что играть им будет, ну чё, Fortnite. Всё, можно покупать. Даже RTX не показали. Поэтому... Да, по барабану. Какой RTX, господи, в вашем Fortnite. Ну, он будет, по-моему, что собирались делать. Но... Насрать. Ну, главное, чувакам... Опять же, это как с GTA V, когда показывали и говорили, что оно выйдет. Это чисто ради того, чтобы сказать, что вот, всё ваше любимое говно, оно здесь, наверное, вот здесь. Идите сюда. Куть-куть-куть-куть-куть. К ноге. Вот. Вот. Вот с правой стороны GTA V, с левой Fortnite. Кушайте, не обляпайтесь. А там ещё Call of Duty мобильный, как это вы, что вы, то играете. А потом случилось то, что я совсем не ожидал. Показали логотип PlayStation Plus. Я такой, типа, вы будете пиарить игры для PlayStation Plus в следующем месяце сейчас, что ли? А, ну нет. Показали то, что с PS5 будет в подписку входить список игр. То есть это некоторое подобие кастрированного на Game Pass, я так понимаю. То есть новые игры там ждать не стоит, нам уже сказали это. Но культовые игры с предыдущего консоли уже показали. То есть там будет, помимо прочих игр, God of War, Days Gone, Bloodborne, Uncharted 4, Last of Us Remastered 1, Persona 5, Detroit Become Human и Batman Arkham Knight. Что ещё будет непонятно пока что, но посмотрим. Это выглядит как очень интересная тема. Если ценник не поднимется, то, видимо, они снова меня батят на то, чтобы я не заканчивал свою подписку. Я уже который год собираюсь это сделать, но то забываю, то ещё что-то, и, видимо... Тебе нужны все эти игры? Нет. У тебя они почти наверняка есть на дисках. Всё, что нужно. Персоны нет. Ну, персоны. Не уверен. Я единственное такой, на PS4 не раздавали персону, а здесь сразу есть такой, блин. Хотя там, опять же, этот Royal Edition вышел. Не, я как бы знаю, что если будет диск покупать, но просто если там будет какая-то недешательная ещё, ну, какие-то средне-бюджетные игры, которые я не особо хочу себе в коллекцию, но гляну, что я такое хотел бы. Почему нет? Тем более, да, диск где-то не доставали, так ты просто взял, скачал игру и запустил её, потому что она у тебя... Ты сейчас придумал цифровые покупки. Да, но нет. Ну, я диск на 100 вольтах скачаю. Я хочу диск, но я хочу, чтобы уже было не вставляя играть иногда. Просто я сейчас играю так в Beyond Two Souls, потому что у меня он по PS+. Цифровые покупки, да. Для тебя ПК-гейминг. Ты покупаешь диск в Соле и никогда его можешь не доставать. Там диска нет на ПК-гейминге твоём. Там код лишит. Просто бумажный. Нахер это надо. Поэтому, в принципе, мне интересна эта тема. Тем более, это будет ещё один плюс в сторону PlayStation, потому что у Xbox есть геймпас, конечно, жирный. Но если тут у них будет штук 20 игр, то, блин, представляете, вы покупаете консоль, и у вас сразу есть во что играть, если вы пропустили прошлое покорение, например. Для новых игроков на консолях это прям очень широкий плюс. Ну и, в принципе, это всё нам показали потом ещё технические характеристики, что как бы насрать, цены огласили, а это у нас 499 баксов и евро на старшую версию и 399 на диджитал версию. В принципе, неплохо, окей. В России я анонсирую, что стоит она будет 47 тысяч и 37 тысяч, соответственно. 38 тысяч. Так что, вот. Призаказы стартуют у большинства ритейлов 17 сентября, то есть сегодня, когда мы записываем этот подкаст, и уже почти всё распродали. Так что, ребят, если вы хотели призаказывать, то вы пропустили свой шанс, скорее всего. Взросленно, я не советую призаказы, потому что мне кажется, что гореть они будут снова, учитывая, особенно PlayStation, учитывая их проблемы с вентиляциями типичные. Потому что мне кажется, что там всё-таки они будут. У Xbox я больше верю насчёт вентиляции, потому что у них там гигантские дырки в корпусе. Тут как-то посмотрим. Вот. И подкрылся показали ещё тизеры God of War Ragnarok. То есть нам Кори Барлок с утра ещё за день до этого тизерил то, что что-то будет, сменив аватархи, вот это всё, говорят загадочные твиты. И показали тизер, показали логотипы Омеги, то есть God of War значка и то, что вот God of War. Когда? В следующем году. Что именно? Непонятно. Но название Ragnarok подсказывает, что там будет Ragnarok. Это немного странно, учитывая, что я думаю, что это будет третья часть такой. Но интересно посмотреть будет. Любая сканинавская история должна сводиться к Женароку. Это да, просто о чём будет тогда третья часть, как бы, как назвать? Даже Ведьмак, даже Ведьмак. Даже Ведьмак, да. Вот. И в целом это всё, как бы, непонятно. Вы ждали этого 7 лет. Со свого на прошлого поколения просто зачем-то. Ну вот, получите. Стали вы сдать мне эти цены, сдать у которых всё. Сколько можно? Сколько можно тянуть нас? Выпускайте своё говно сейчас. Не мучайте. Ни нас, ни жопу. Нет, конечно, надо перед, ну, перед Рождеством. Чтобы ещё все ломанулись в магазины. Американцы. Позаражались окончательно. Отличный Новый год. Угу. Деликолепно. Дивижн наступил. Угу. Первый. Да. Да. В общем. Только Нью-Йорк, в котором все умерли, но все бегают по улице. Да. Типа того. В общем, презентация Sony была окей. Классная. Но это не презентация была, блин, это нарезка из трейлеров с несколькими людьми. В этом году у тебя у нас такие презентации, Алексей. По сути, это Директ. Да, да блин, у Apple была презентация с людьми. Скучно, конечно. Потому что Apple уже который год это делает, им просто, ну. Ну, они, не, ну, они живых звали, конечно, но. Живую презентацию. Это Apple. Ну, типа. Ну, они могут себе позволить. Они могут себе позволить. У нас, видимо, у всех реклама поехала в жопу просто. Кинотеатры умирают в виде игры. Понятно, что с ними будет. В общем. Странная штука. Новые консоли все еще для меня остаются загадкой. Потому что я до сих пор не знаю, что будет в этом поколении. Ждем. Да никто не знает. Ждем о Digital Foundry разборы конкретные. По всем этим штукам. Поэтому будем надеяться, что Xbox не прострут мультиплатформу. Потому что если так, то это будет снова полярный мир. Однополярный мир, и это плохо. Потому что когда нет конкурентов, это плохо. Поэтому как-то так. Есть что добавить? Когда там... Я... Я жду, когда вернется Sega. Sega. Или Panasonic там. Не, сейчас в консольный бизнес никто не... Вообще самое логичное, чтобы в консольный бизнес ворвались бы китайцы, единственное, кто может сделать. Приставкой на Android. А у меня есть приставки на Android для мобильных игр. Ну, а для эволюции больших игр. Не, ну, то есть технически какая-нибудь корпорация... Ну, то есть сейчас никому особо не нужно. Ну, то есть там будет Google Стадия, может быть. Хотя, опять же, это гуглский проект, он может закрыться. Поэтому ничего особо нового, кажется, и не изменится. Такой, может быть, и слаб-калалд. Ну, стримин. Ну, просто хотелось бы, чтобы что-то изменилось, а со времен начала нулевых у нас ничего не меняется, все те же компании. Ну, Sega сдохла. Сколько лет? Ну, Sega не сдохла, Sega просто сказала, господи, нахрен это все дерьмо, мы слишком любнуты. И делают другое дерьмо, сейчас окей. консоли, поэтому мы будем просто издавать игры, да. На самое, самое, что у нас получается, это тратить деньги. В консольном бизнесе это не очень хорошо, поэтому мы просто будем издать. Ну, вот. Просто, да, это дорого и не такой большой профит, поэтому китайцы проще делать, зарабатывать на мобилках и делать для них устройство. Поэтому, ну, единственное у меня печаль, что никто не может разбавить эту вечеринку. И то, Microsoft герои, что они, как бы, потому что, блин, раньше было Nintendo, Sega, Sony. Это все, сука, японцы. И майки пришли с своим Xbox здоровенным. И такие, и такие, да, с бумбоксом. Здоровым. Такие приходят майки, такие в очках, такой, Билл, ты чё? Я пришёл разбавить вашу вечеринку. Он такой, что этот контент себе позволяет? Пффф! Он такой, стол даже сломался. Он такой, смотрите, короче. Это мультиплеер. Это мультиплеер, тут 4 гейма, такой, вы сделали, как у Sega лучше консоль. Sega, Sega где? все мы тут будем теперь мы тут будем наше место наш рынок позволяет подъебали поначалу ps3 самим 30 бокс на раньше вышли и поначалу выигрывали даже они позже выигрывали просто за счет ну в америке они как бы проиграли за счет европы японии они так вывезлись вот но опять же эксклюзив но блин всегда эксклюзивы это блин там пять игр таких которые типа рассказывали все чтобы продавать консоль такое все остальное на ps3 тяжело поэтому ну да майки этим молодцы а потом не пошло что-то не так они вышли с их бокс ваном который ну не изначально как-то очень был архитектур не факап сбокс войны что пришлось меня убили кинеку еще в ярдак не смогли войти еще потому что это ну игрушка которая вот типа ты запереплачивал за нее 100 баксов типа за голосовой помощник блин но они до сих пор эту картану блин не сделали типа адекватный мне а лёш я понимаю что не всем нужно но они забрали дырку из бокс ван иксе они забрали дырку для кинекта они забрали у меня дырку дополнительную это плохо когда тебе забрать дырку ну с айфоном пережили ладно как мы все понимаем все еще нихера непонятно что делать с этим всем подождем до ноября хотя уверен что и до ноября нам что-то еще покажут что у нас возьмут диты мы запишем подкаст на этом я думаю надо остановиться возможно в следующем подкасте мы с алексеем поговорим про ведьмака по обсираем вернее его или похвалим прекрасная игра отличная лучшая и самая худшая одновременно худший худший технически вот потому что мы с ним я прошел ведьмака сегодня выбил платье на иксбоксе алексей прошел ведьмака ну я его прошел он прошел обычно я сидел си прошел вот ну потом посмотрим так что такие дела меня ждите относительно скоро ролик про мне трофеи все хотят быть мной все все говорят ой тебе так выезло ты еще не играл в длс ведьмака они лучшие основной игры а я такой ой да ладно меня смущаете и не играешь и не играют да ну возможно в 2021 году что-то из них вот выйдет обновленный ведьмак для новых консолей поиграешь да да только только такой типа но но поиграю на старый отец за тебя что они там все-таки сделают просто сделать хоть что-нибудь или просто портирует просто но они этот пик по-моему и хэрвор собирались прикрутить туда который был на пк но с ним забавненько выглядит все равно симпатичненько не то что обязательно зато из хэрвордсона я любон я любон я любо на пока она пока играл ну наверно наверно поэтому ну то есть там можно поставить на у геральта либо у всех по моему по моему так вот но честно ну там геральта чуть и лучше но она и так нормально работает а вот геннфер надо геннфер очень надо ну там у многих у этой маргариты тоже там сратая шевелюра да ужасно просто я не знаю как это работало изначально как планировалось но она как-то словно блин ведьмаке много чего ломается по пути так что там очень много но об этом и отдельно как-то поговорим а то это можно долго обсуждать в общем я думаю нужно кончать все это всем спасибо кто нас слушал надеюсь вам понравилось тизер следующего выпуска все там шепчешься я говорю у тизер следующего выпуска тизер окей всем спасибо и всем пока подкасты вам удивляю аут